меня зовут гриша и сегодня в этом видео я долгожданный обзор метро и спай в майнкрафте так сказать сегодня в этом видео я покажу вам фруйенско-приморскую линию метро и спай в майнкрафте часть первая как вы видите что я сейчас недалеко от станции шушары которые за моей спиной сейчас мы начинаем к обзору и так это вот депо южная тысячи и станция метро шушары это очень самая современная станция самая современная депо я хочу сказать что на московской петроградской линии раньше ходили поезда фпл можно было часто услышать что просили до станции невский проспект но когда открыли депо 27 южная стало же изменилось и нет такого уже я очень рад да вот там у нас депо виднеется ладно ребят сейчас мы давайте полетим на шушары так сказать станция метро то что могу сказать про эту станцию станция такая необычная выход херстный такой сегодня ребята я в школе вылывет да ребята видосы вернулся я снова до метро станции метро приступаем следующее давайте следующие станции сразу станция дунайская вот такая себе не очень красивая но я видел что чего-то старался сказать не будем судить строго вот и север дунайской и сейчас пойдем на следующую станцию эта станция раньше называла хотели назвать дунайский проспект но еще и назвать это станция через на тем что здесь всякие протечки были здесь протечки всякие ходят ну ладно ребят погнали все еще станции проспект слава станция проспект славы так ли станция это станции тоже недавно открылась а станция открылась 2019 году вот вот так ли станция и сейчас покажу вам выход и мы уже пойдем на следующую станцию следующую станцию все полетели следующая станция международная и станция международная ребята вот станция так выглядит станция раньше была конечно 2000 до 2019 года быстро время летит кстати следующем году через два года обещать открытие горный институт там красно-сельско-калининская пою ждать это все проходи ты блядь вот так станция международной учимся на следующую станцию станция бухарестская станция бухарестская так ли станция тоже современная была открыта 2012 году где-то я как помню станция станция тоже неплохая названа честь бухарестской улице вроде так бухарестской улице а в улице самоназвана честь столицы румынии бухареста блять сука заебись уже не обратите внимание что так быстро показываю стебель просто хочу сейчас мы еще до садовой доедем и все точно и станция волковская станция волковская было до 2012 года конечная сать тебя дубновый открыт кстати один первый участок у пускай зеленогородская это открытая станция была 2009 году была открыта станции вот было две станции но потом решили значит что сделать потом это радиус который был от садовый до комендантского проспекта был раньше на правобережной линии а потом его решили присоединить ее к двум станции зеленогородская волковская собственно и поэтому собственно и поэтому ребята поэтому открыли налогоничную станцию с паской стал и линия самая короткая проубережная стал поехали на следующий танцы следующий танцы обводный канал и так и от станции обводный канал до выход имеет кав вокзалу станция обводный канал она названа в честь того что около него находится на набережной обводного канала и вестибюль станции находится в торговом центре лигов как я помню я кстати когда ехал на 141 я всегда ну когда я типа еду в Тулу, Смоленск я всегда эту станцию проезжал установку проезжал тут недалеко установка была ладно поехали ребят на звенегородскую станция звенегородская ребята вот станция звенегородская это была самая первая станция на фронтской приморской линии блаконечная это тоже с волковской это пересадка на пушкинскую кто не помнит я обозревал вам обзоре кировской выборской линии часть 2 если что здесь тоже выход в город на эту станцию тоже езжу да на эту станцию езжу когда типа хочу поехать по океанариум вот это как понимать знаете что это пушкинской должно быть до стройсти ты блять забрала ладно ребят поехали на свою станцию и последнее нашего обзора садовая и ребята ай луи мы на станции садовая эта станция как вы наверняка пойти я вы тоже показывал в обзоре московской петроградской линии правобережной линии ну когда пересадки обозревал пересадку имеет эта станция две пересадки причем первое это на сено и площадь самая старая станция в этом метро ну из этого узла пересадочная станция самый старый блин скажите заикайся и вот эта станция спасская вот ладно ребят сейчас покажу выход и все что ребят погнали смотреть выход сейчас давайте и не понял что за хрень понятно ладно допустим да ребят да не я сам устанавливался просто так надо было установить тогда я не совместился че не догадался да пропускать то меня собрал ну вот ребята давайте прощаться ну а если тебе понравился этот обзор поставь лайк поддержи меня лайком комментом и собственно подписывайтесь на мой канал давно не было видео потому что я потому что я собственно масло уже был вазелином так сказать ну то есть меня не было значит ну хуй сосал просто реально всем пока с вами был Гриша